небольшое включение ребят но у меня большая радость я прошел half-life ребят полностью полностью но единственное что в конце там же предоставляется выбор я уже читал про это что предоставляется выбор что надо выбрать именно сотрудничество с человеком в костюме но там суть в том что нужно было прыгнуть телепорт а я протелился не прыгнул дверь у этой вагонетки закрылась и в итоге как бы получается что я закончил проигравшим но не страшно ребята первых у меня будет второе прохождение и уже такое с остановкой со вкусом с деталями и как говорится уже можешь и я еще посмотрю другие прохождения какие-то и окончательно можно будет уже считать себя метром half-life это в подъезде сегодня нашел я уже хвастался в предыдущем видео и правда не знаю когда его публикую понравилось мне вот первое первый абзац очень все это по моему про жизнь вещей собственно говоря вот все что вы здесь видите это все жизнь вещей друзья мои и ну вот смотри сюда вот этот иконостас он собственно без изменений перенесен из моей комнаты на советской 116 пешкороля из 98 года но это уже было закуплено соответственно в 2000 но перед отъездом это успела повисеть моей комнате в квартире на советской портрет вот это открытка сервисом я по сейчас не хочу обдирать но она куплена в книжном магазине тоже на улице советской напротив голубого общежития этому году 98 это все это все перенесено без изменений но здесь кое-какие вещи новые допустим университетский значок окончание кассиватория московской но здесь я все это уже многократно показывал а это вот часы мои первые часы они собственно говоря ведь тут надпись сейчас и текана сделано в ссср куплены они уже в новое время вот видите куплены не в новое время но я думаю что в году на 92 может быть но продукции счета этих часов большая история фактически говоря как похоже на ту историю с часами которые произносят забыл как актера зовут в криминальном стиле короче говоря похоже их было жена моего брата в девяносто пятом году себе в пользование наташа и вернула когда я в туб диспансере оказался на вечерине осенью девяносто пятого года как раз перед переездом в эту квартиру на советской квартиру на советской кстати ребят я же вам ни разу не показывал у меня все тут на стене висит вот этот самый дом вот он вот человек который все еще идет тетя которая все еще выходит заворачивает вот видите сможете судить это девяносто восьмой год я думаю что это август август девяносто восьмого года вот посмотрите сколько машин и какие они иномарок было мало машин был в целом очень мало поэтому конечно оказавшись то в том году может сказать что испытаешь большой контраст это наш дом деревне савкино поле вот так я помню что фотоальбом я завел и на одной стороне обложки у меня был вот этот а на другой вот этот дом и с обоими домами я буквально через год расстался вот так но зато стал писателем и как говорится конечно москва влияет на становление личности это все у меня яльчик 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 это вот савкино поле пруд а вот это все яльчик это мои значки не были модные помню нас наша соня червакова которая пришла но она не самого начала училась нами в одном классе она пришла где-то в классе в пятом я так думаю может даже в шестом и стала самой красивой девочкой в классе там все приударяли кроме меня то что я дурю не маялся у нее был кожаный такой рюкзак помните такой вот кожаный такой были такие помните из черной кожи и она у нее но у нее были налеплены значки и я тоже стал налеплять значки на рюкзак это синептичный наш значок нашей школы это я купил юный химик семён а это цепочка часов пейджер были такие часы пейджер были вообще еще пейджер если вы помните ван ребятки все спокойной ночи это здесь можно бесконечно рассказывать о том что у меня стоит здесь это кстати довольно таки неплохое здание сан-андриас gta